Проблему мусоропереработки обсуждают сегодня во всем мире, называя одну из самых остро стоящих перед человечеством. Ведь сбор и вывоз мусора, его дальнейшая переработка и утилизация – это не просто забота о чистоте окружающей среды, а фактически спасение от назревающей экологической катастрофы. Если вы думаете, что копаться в мусоре приличному человеку не пристало, то можно доказать обратное. Житель города Таракли Александр Петел утверждает, что новую жизнь можно дать практически любой вещи, будь то пластиковая бутылка или картонная коробка. Эти вещи еще пригодны к вторичной переработке и дальнейшего использования. Речь идет о сортировке бытового мусора, которая за рубежом прочно вошла в сознание людей, однако в Молдове, в том числе и в Таракли, находятся в зачаточном состоянии. В основном собираем то, что можно переработать много раз. Это картон, это пленка, это пластик, это PET-бутылка, это стеклотара, это металлолом, ЖБ-банки различные, все, что можно, как говорится, еще раз использовать. Мы все это собираем, сортируем, прессуем, возим на заводы, как говорится. Цепочка большая, работы много, стараемся как можно. Нужны сетки, контейнера для сбора пластика, для сбора бумаги. Это в первую очередь, чтобы бутылка собиралась, не раскидывалась, не валялась по полям, вокруг магазинов, баров, у нас даже в центре города, к примеру, как говорится, это все нужны вложения, серьезные вложения, потому что без этого мы не сможем никак. Бумага, пластик, стекло – все это объемный мусор, который занимает много места при незначительной массе. Для компактности транспортировки сортировочного мусора Александр прессует все с помощью пресса. Здесь мы показываем, как мы прессуем картон, мы раскладываем все коробки, как говорится, чтобы они не занимали место, чтобы было компактнее для прессовки. Мы разложили коробки. Первичная сортировка – самая эффективная. Сортировка мусора жителями иностранных городов уже давно не редкость. Наше население пока же не привыкло к такому подходу, но любая привычка – дело времени. Пластик и стекло разлагаются почти тысяча лет. Батарейки и электроника содержат токсичный тяжелый металл, загрязняющий воду и землю. Ресурсы нашей планеты не безграничны. Появилась большая опасность утонуть в мусоре и бесповоротно испортить и так не самую лучшую экологическую ситуацию. Но с точки зрения охраны окружающей среды, раздельный сбор отходов – это он будет иметь большую пользу и большой эффект в рамках правильности эксплуатации полигонов для сбора мусора. Плюс позволит повторно использовать сырье, которое может быть использовано, а не выброшено на свалку. Это полиэтилен, бумага, стекло, металл. Поэтому данная инициатива, или, скажем, данная работа по раздельному сбору мусора должна быть поддержана органам местного публичного управления и внедряться как можно быстрее для получения этого эффекта. Государство Молдовы должно создать хорошо функционирующую систему сбора отходов, и тогда наше население будет их сортировать. Но пока наше государство решает проблему глобального характера, разработав стратегию по управлению отходами до 2027 года, которая предусматривает создание в Молдове восьми регионов менеджмента отходов. В реализации проекта участвуют Европейский инвестиционный банк и ряд международных доноров. В целом, стоимость проекта по созданию современной системы захоронения и утилизации мусора оценивается в 200 миллионов евро.